Кто хоть однажды видел это Меня зовут Кучаев Завизжат, я из школы номер 9, учитель 4 класса. Мой прадедушка Кучаев Расул Альмурзавич. Родился он 14 февраля 1909 году в селях Хаджикен Кайкенского района, Республика Дагестан. 31 января 1942 года был признан действующей армией по мобилизации воинской специальности, помощником механико-водителя танка Т-34. С августа 1942 года воевал на Белорусском фронте в составе 35-го гвардейского отдельного танкового полка. В 1943 году получил звание гвардии сержант. В этом же году был награжден медалью за боевые заслуги. Он дошел до Минска, когда объявил победу над Германией. Мой прадедушка участник двух войн, Великой Отечественной и Японской, так как в 1945 году в соответствии с союзническими обязательствами, данным именно Крымской конференции 1945 год, вступил в войну с Японией, если она не откажет капитулировать. После трех месяцев над победой Германии начал воевать с Японией, так как она отказалась капитулировать. Третьего и освободил Манжурию, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. В 3 сентября 1945 году был награжден медалью за взятие Японии. Время войны он получил 24 медаля, умер 26 февраля. В селе и районе пользовался большим уважением. Также он воспитал двух дочерей и четырех сыновей. Пока память о моем прадеде жива, он будет для меня героем. Он док свой выполнил и вправе ждать, что Родина солдата не забудет, что будет каждого пропавшего искать. И помнить с каждым во веки будет. Меня зовут Мамедова Камила. Я учусь в третьем В-классе, в школе номер 9. Мой прадедушка Казимагомедов Исет был спокойным, выдержанным, неговорячивым человеком, член КПСССР. С 1955 года полностью был преданным ей. Когда началась война, в начале 1943 года он служил в городе Бейске. В 25-ти учебном батальоне. Затем, в начале 1944 года, в воздушном десанте в войсках. В военных полевых учениях, отлично знанимая своего дела, сделал 43 прыжка с парашюта. Из-за неимения образований он не смог учиться в артелистском училище, но все же был хорошим стрельком-артелистом. Их 322 гвардейских стрельков полк в 1944 год был отправлен на фронт. Первые боевые крышения он получил в боях. Мой дедушка отлично участвовал в боях у озера Батальон, что в 150 километров к югу-западу от Буташепа при разгроме 11 танков дивизии фашистов. Генерал-лейтенант Ерман за проявление мужества и отваги В этой операции вручил моему дедушке красную звезду. Он участвовал также в боях за освобождение Австрии, продвигаясь с боями до города Вены в районе города Венштадт. Он получил ранение в правую ногу, раненым полском он добрался до места расположения своего взвода. Курс лечения проходил в госпитале в городе Братислава. По выздоровлению вернулся свой 322-й гвардейский стрельковый полк. После окончания войны продолжил служить в городе Сигет, где был удостоверен медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Вручил медаль генерал-майор Эпин, командир дивизии. После этого их полк был перебразован на Дальний Восток. Служил Мазувка до 1949 года, затем демобилизировался и вернулся домой, где начал работать в родном доме. Загира Васият, снимай А-класс, 9-я школа. Магомедов Навигитинович, мой прадедушка, 1914 года рождения. В 1937-38 годах учился в Бунахском техникум и софт-торговля. В 1939 году поступил в Бунахское военно-морское училище. В 1941 году был призван в ряды вооруженных сил. Служил в Каспийской флотилии с 1941 по 1947 года. Защищал морские рубежи нашей Родины. Закончил войну в звании капитана 2-го ранга. За подвиги и мужество, проявленные в годы войны, был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями за отвагу, за оборону Кавказа, за победу над Германией. После военных годов еще оставался в рядах вооруженных сил до 1949 года. После демобилизации работал в городе Мангишла, Казахской ССР, начальником ОРСА, затем завскладом Хачкалинского хлебозавода номер 2, до курортерги. Моего прадедушки 14 внуков и 7 детей. Он умер в 1988 году, и я не знала его при жизни, но в нашей семье его все помнят и всегда чтят его память. Мы, его потомки, никогда не забудем о том, что он защитил и сохранил для нас нашу родину.